Мне приходится постоянно писать такую удивительную фразу, а назовите свое имя. Имя это имею я, отчество это отечество, а фамилия это код рода. И когда человек говорит о том, что он хочет получить что-либо, то зачем ему психологу получить ресурс для того, чтобы произошло какое-то чудо, чтобы человек начал жить как-то по-другому. Это логично же, да? И когда нет самого человека, кому все это должно прийти? Человек должен жить в своих приоритетах. Помните, мы говорили, что рождается вера. А вера рождается из совести, нравственности, ценностей и морали. И в этой ценности и морали, я тоже очень рад вас видеть и себя в прямом эфире, из этой морали ты рождаешь веру. И все, что вокруг тебя происходит, и по вере вашей вам дано. То есть то, что происходит вокруг вас, это ваша вера. И если вам что-то не нравится вокруг, здесь нет такого момента, что это придет как-то по-другому. Это придет только тогда, когда вы найдете сами себя. Когда вы найдете сами себя и осознаете, что к кому все это должно прийти. Это первоначально, это вообще основа. В этой основе, когда человек приходит к тому, что я, потом идет семь, я. То есть какие основные роли ты играешь в семье? Я муж, жена, я мать, я дочь, я дочь мамы, дочь папы. Я внучка, внучка бабушки, внучка дедушки для папы, для папиной родни, внучка бабушка, внучка дедушки для маминой родни. Я сестра, я брат. И там дальше, 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 это мой близкий круг. И дальше начинают играть роли всевозможные в этой семье. И тогда, когда есть ты сам, ты четко и ясно осознаешь, четко и ясно осознаешь приоритет. И куда твоя семья идет? Куда идет твоя семья? То есть, когда, представляете, вот выходит корабль, он заполнил, ну допустим, свадьба, да, происходит, да, выходит корабль. Получили благословение родители, да, родители мужа, благословили Бога, да, пославили Бога за то, что они взяли для продолжения рода из другого рода к себе женщину, да, чтобы женщина продлила их род. Это благословение. А благословили родители дочь, они благословляют за то, что их дочь пошла продолжать другой род. Они, ну славят Бога, они произвели умножитель. Мы все знаем, да, я уже говорил много раз об этом, что любой мужчина это делатель, а женщина умножитель. Почему в семье происходит разглад, да? Потому что женщина вместо, ну то есть, мужчина сделал так, что женщина обиделась. Либо еще бывает такой очень интересный момент, когда женщина выходит второй раз замуж, она обижается на первого мужа, и эту обиду уже приносит во второй брак. И с этой обидой она начинает разрушать свой второй брак. То есть, поначалу там устраиваются вроде отношения, потом идут сценарии определенные, потом включается эта обида автоматом, да, вот здесь она включилась, и все. И пошло, то есть, деление в семье это умножение обиды. Вот. И это умножение обиды, оно приводит к разделению. То есть, то есть, слово деление само это умножение обиды. Ну, это, скажем так, вот в моем понимании этих слов, я ни в коем случае не претендую на какую-то правильность своих там, изысканий, да, то есть, проживаний. Любая истина, истина только наполовину, поэтому это не истина, это просто, скажем, это мой путь. Я делюсь своим путем, то есть, как вот я иду своим путем, да, и в этом пути я вижу очень много интересных ситуаций и начинаю их проживать. И когда я их прожил, простите, пожалуйста, немножко простыл, кашель. И когда я прожил эту вот, саму вот эту вот всю ситуацию, да, я могу человеку показать, что да, посмотри вот сюда вот, ну, я там видел уже это. И он туда посмотри, я там это видел. Благодарю, Юлия, но... Любая истина, это закон, это и смекица, любая истина, истина только наполовину. Благодарю. Так, ну, я тут самый главный момент, я очень обещал одной девушке, что я на этот вопрос отвечу первым, но я, к сожалению, куда-то его отсунул и не могу сейчас найти. Сейчас одну секунду, а вот, нашел. Если обещал, надо сделать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот, извините, пожалуйста, опять же, да, то есть вы не назвали своими впереди, да, спереди. Вы знаете, как это ни странно, но мне нужен специалист. Потому что так это интересно, ну, мой специалист вот для меня, да, у меня есть Вера Леотина Савельевича. У меня есть ученица Вера Леотина Савельевича, с которым мы постоянно разговариваем, там, вот, Юлия Яркова, да, Аня Оголь, там, в Челябинске Наталья живут, у них в Челябинске в Екатеринбурге Наталья живут, там. Очень, ну, те девочки, с которыми так получилось, когда я обучался психологии, мы были знакомы, да, ну, это входит в круг моего большого такого глубокого доверия, с кем мы можем посмотреть какую-то ситуацию, то есть посоветоваться, да. Елена Лапшина, это удивительный человек, да, то есть, ну, для меня, по крайней мере, то есть, это удивительные люди, с которыми можно просто так же прийти и просто поговорить, да, вот смотри, вот я вот сейчас зашел в какую-то ситуацию, обидку, да, что это за обидка, как это происходит, ну, то есть, потому что не всегда, не всегда ты можешь увидеть, ну, в своих моментах, да, что происходит с собой-то, с самим, потому что, ну, помимо того, что я веду консультации, я же и иду, я постоянно проживаю какие-то процессы, да, я постоянно захожу в какие-то пространства там свои, я постоянно, я постоянно где-то, у меня жена говорит, ты постоянно что-то где-то лазишь, когда же, говорит, домой-то придешь, да, и это удивительно, потому что, ну, интересные пространства, интересные поля, так удивительно, вот, когда вот проходят тренинги, да, у меня не один одинаковый тренинг не похож на другой, нет одинаковых тренингов у меня, и вот организаторы все это постоянно говорят, слушай, ну, этот тренинг был совсем другой, а этот совсем другой. Потому что новые знания приходят, новые какие-то говорения приходят, новые видения какие-то приходят. Это же психотерапевтический тренинг. Я занимаюсь психотерапией. И мы идем именно непосредственно в человека. Не просто там пришел Вася, который вот рассказал, как это все красиво работает, а именно задача этого тренинга, то есть сам тренинг по себе, я всегда говорю, тренинг это четыре года, за два дня четыре года работы с психотерапевтом. Причем человек выходит, и он не разрывается. То есть он расшивается, зашивается, то есть с него выходят все болячки его, и человек начинает просто жить и радоваться. Это так здорово. И вот последний тренинг был в Комсомольске. Вы знаете, так удивительно, сидит пять человек, первый день проходит, на второй день, в выходной, он говорит, слушай, я сейчас на обед выхожу, у меня 15 заказов. То есть люди позвонили, попросили там замеры сделать, там какие-то, там еще какие-то моменты. Так это так удивительно происходит, там люди квартиры продают, там которые по полгода не продавались. По-разному бывает у каждого. Да, то есть если человек разрешает себе открыться и пойти в глубину, и тренинг так интересно выстроен, что на нем не нужно там рассказывать, не нужно рассказывать, что там встал, допустим, я Вася, я алкоголик, я там восемь дней не пью. Нет, этого делать не надо. Здесь ты идешь в глубину самого себя. Не хочешь выплескивать, не хочешь, то есть пришла какая-то идея интересная, да, и бывает порой бывает какое-то осознание, которое словами-то не выразишь. Ну невозможно, да, ты осознаешь, а ты заходишь в такую чистоту. Кто был у меня на консультациях знает, да, что после консультации мыслей просто нет, их не существует. И ты просто находишься в таком пространстве, в такой глубине самого себя, и там так комфортно и тепло и кайфово, что ну просто тебе кайфово, да, и ты осознал, что с тобой произошло. Да, это не значит, что ты, ну, не утнешься в другие обидки. Ну, этой уже нет. Так здорово. И там приходит, и на смену этой боли приходит ресурс. Вопрос другой, куда ты его потратишь. Поэтому вот и создана вот эта книга молитва желаний. То есть там есть, как выстроить удобно, как правильно, ну, как, скажем так, не то, чтобы там правильно, неправильно, наверное, не то слово, как выстроить запрос так, чтобы он стал твоим желанием. Там основа выстроена, вот, ну, вся вот эта вот ситуация, она выходит. Выходит именно так, чтобы человек осознал. Не просто написал где-то, а прожил в этом, понимаете, осознал через ощущение и чувство, через свою истинность, да, потому что у человека есть одна истинность – ощущение и чувство. Ну, кто читал мою книгу, тот знает, да, то есть, ну, по крайней мере, он, по крайней мере, понимает эту концепцию, о которой я сейчас говорю. И тогда просто боль уходит. А когда есть еще определенные действия, да, они также есть определенные действия, которые позволяют тебе перезаписать опыт, просто перестроить свои новые нейронные сети. И тогда очень интересно происходит. Ты входишь в эту же самую ситуацию, но у тебя в голове стоит уже другой сценарий. И это же самая ситуация, но это сценарий уже другой сказки. И здесь нету боли, здесь просто кайфово, ты живешь и радуешься, и наслаждаешься этой жизнью просто потому, что ты наслаждаешься ней. И ты понимаешь, что все люди в порядке, и они просто живут в своих сценариях. Как мне сегодня одна девушка сказала, я удивительная девушка, сегодня была консультация, прям кайфовая. Вы знаете, говорит, я получил осознанность уже на 70%. Мы так ржали потом после этого, вот это да. А до этого было 30, стало 70. Ну понимаете, да, сама ситуация, как мозг начинает красиво придумывать себе разные интерпретации, чтобы человек не пришел в глубину самого себя и не увидел саму эту боль. Как только эта боль проходит, уходит, ее больше нет. Там свет, и ты становишься светом от света, Бога истины от Бога истины. Это как вот в великом сказании Иисуса сказано, да, то есть его молитвы еще «Отче наш» называют, да, как на небе, так и на земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok